Почему Фриске пожалела о рождении сына? Присядьте. Книги под рабочим названием «Блёстка», написанным от лица умершей от раку Жанны Фриске, приводятся ее размышления последние дни перед смертью, в том числе и о рождении сына Платона. Отрывки из книги, которую написал сценарист и друг Жанны Фриске Геннадий Куркин, привело издание «Стархит». Жанна Фриске в 2013 году родила сына Платона, а в 2015 году скончалась от опухоли мозга. Книги «Блёстка» повествования ведется от лица Жанны Фриске, которая, по данным авторам, очень переживала, что умирает, ставляя маму как сына. «А как же ребёнок? Как же мой мальчик? Неразумная ты!» Укуряла я жизнь, пытаясь ухватить её за грудки, остановить, заглянуть ей в глаза, принудить к ответу. Напрасно. «Жизнь слепа, глуха и бесчувственна. Она не слышит ни довода, ни проклятий. Она идёт вперёд, на ходу оттачивая, доводя до абсурдного мастерства, единственное своё незрячее умение продолжаться, продолжаться несмотря ни на что», – цитирует издание «Отрывок из книги». При этом Жанна Фриске в книге также отмечает, что когда ей Миллёрке предложили многоэкспериментальные лечения, она также вспомнила о сыне. «Дам Фриске, у нас есть для вас экспериментальные лечения. Что скажете?» «Чёрт возьми, что я скажу? Скажу, что если я признала, что родину могут спровоцировать болезнь, то не рожала бы вовсе. И сейчас сидела бы у океанской волны и пила роза из горла, и смеялась бы над утопающим американским солнцем». Он приводит в видержку из романа «Стархива». Сейчас сына Жанны Фриске воспитывает его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев, который не разрешает родственникам певицы видеться с ребёнком, отмечая в интервью, что для этого у него есть веские причины. Шепелев также отказывается выставлять фото мальчика в социальных сетях, заявив, что когда сын вырастет, он сам решит вопросы своей публичности.